Чтобы свое дело было успешным, оно должно не только приносить деньги, но и доставлять удовольствие. Выбор сферы деятельности – одно из важнейших решений, которое принимает бизнесмен на начальном этапе. Как отважиться на первый шаг? Этот вопрос мы задали начинающему предпринимателю, герою нашей программы. Мечта о собственном бизнесе у Александра Солнцева появилась еще в студенческие годы. Уже тогда молодой человек понимал, только в предпринимательстве он сможет реализовать свой потенциал, претворить в жизнь самые смелые задумки. Свой бизнес – это, во-первых, вы работаете на самого себя, ни от кого не зависите, то есть есть возможность развиваться, то есть обратно свои планы какие-то, ну в первую очередь независимость. Но чтобы независимости добиться, сначала необходимо опыта набраться. А потому первое время Александр помогал ставить на ноги бизнес друга, чтобы изнутри увидеть все сложности, подводные камни, пути решения проблем. Тогда и понял, главное качество предпринимателя – умение взять на себя ответственность за каждый шаг. Не надо ни на кого сваливать, то есть обратно вину, то есть вся ответственность остается на самом себе, и опугаться не надо, то есть, я думаю, все нормально, если человек к чему-то стремится, то он добьется этого. Двери нового фитнес-клуба распахнулись буквально две недели назад, но такому важному для Александра открытию предшествовало полгода напряженной работы. Задумок было много, конечно, на деле, то есть по плану мы кое-что меняли в своем плане. Ну, самое сложное, как сказать, не пустить руки, потому что было время, когда уже устали, хотели все бросить. Ну, вот, наверное, это самое сложное, то есть перешагнуть через себя, как бы не сдаваться, и все будет нормально. Направление деятельности выбрать было несложно за плечами молодого человека профессиональные занятия спортивной гимнастикой. Да и сейчас бизнесмен с тренажерами на «ты». Я спортом занимаюсь, то есть с детства, профессионально, и как бы он мне близок, тем более сейчас людей очень много хотят заниматься спортом, обратно залов у нас как бы не хватает. Выдержать конкуренцию, занять свою нишу – вот первая задача, с которой сталкивается большинство начинающих предпринимателей. Один из способов ее решения – узкая целевая аудитория компании. У нас специализированный зал именно рассчитан на женщин, на детей. Детям вообще, как бы, некуда пойти и заниматься. То есть залы все битком, спортивные секции какие-то профессиональные, то есть там у них очень жесткий отбор, то есть детям вообще трудно попасть в секцию. Хорошее подспорье для каждого предпринимателя – экономическое образование, уверен Александр. Теоретические вузовские знания стали опорой с первых дней. Помогает тот же составить бизнес-план, правильно сделать расчеты, потому что это не так уж легко. Сейчас начинающий бизнесмен планирует получить государственную поддержку. Все документы уже представлены на рассмотрение конкурсной комиссии. Для меня было не особо проблематично, потому что у меня как бы экономическое образование, все документы я готовил сам. То есть сложностей никаких я не вижу. Субсидия в 300 тысяч рублей – это компенсация затрат на открытие собственного дела. Материальная помощь станет очередным шагом в развитии фитнес-клуба. Надо еще и развиваться, вкладывать сюда и деньги, то есть все эти деньги уйдут чисто на развитие. А вот и тренажер, требующий финансовых вливаний – батут. Не просто развлечение. У нас стоит профессиональный батут спортивно-гимнастический. Вот, то есть таких батутов всего у нас в городе два, вот у нас и в спортивной школе гимнастической, намерной. Вот эти деньги пойдут на отделку поролоновой ямы. Укрепляют вестибулярный аппарат, помогают держать в тонусе мышцы, повышают концентрацию внимания, улучшают кровообращение. Сегодня упражнения на батуте обязательны для каждого профессионального гимнаста. Но этот тренажер придется по душе любому ребенку. Мы планировали для детей сделать общую физическую подготовку, то есть не какую-то конкретную ставить цель, транспортивную, потому что много детей хотят заниматься, но так же они не могут пройти отбор специализированную спортивную школу. Спокойная музыка, неспешные движения, не только эмоциональная релаксация, но и разминка для мышц. Йога – не вид спорта, а настоящая философия. Для приверженцев активных физических нагрузок – аэробика. Степ – отличный способ развить выносливость. Сегодня в штате фитнес-клуба четыре профессиональных инструктора. Появились и первые постоянные клиенты. Проходят индивидуальные и групповые занятия, скучать с тренером не приходится. Да и сам Александр бизнесу посвящает все свое время. На этапе наладки, конечно, отнимает очень много времени, практически все время. Мы здесь находились с момента ремонта и до открытия сейчас находимся. В дальнейшем, я думаю, будет попроще. Теперь главная цель – заработать на собственное помещение. Тогда можно будет думать и о дальнейшем расширении. Открыть новые секции, увеличить количество тренажеров. Сейчас предприниматель уверен, со временем получится воплотить в жизнь и эту идею. О взаимодействии власти и бизнеса, о проблемах в развитии малого и среднего предпринимательства, об успехах, которых удалось достичь. Все это представители регионов Центрального федерального округа смогли обсудить за круглым столом в рамках второго среднерусского экономического форума, который прошел в Курске. В развитии экономики страны уже давно ставка делается на малый и средний бизнес. За последние несколько лет этот сектор существенно преобразился. Сегодня в среднем по России малые и средние предприятия дают порядка 20% волового регионального продукта. Еще одна задача, которая с успехом выполняется – организация рабочих мест. Почти треть населения трудоустроена с помощью бизнесменов. Надо понимать, что малый бизнес, конечно, присутствует там и закрывает те ниши, которые составляют нашу с вами непосредственную жизнь. И если мы оглянемся, мы поймем, что без малого и среднего бизнеса, без тех магазинов, компаний, которые нас огружают, уже наша жизнь и невозможна. За круглым столом у предпринимателей появилась возможность поднять самые острые и злободневные вопросы и получить на них ответы. В частности, с 1 января 2013 года изменился порядок расчета страховых пенсионных взносов. Выплата была увеличена вдвое. Такой рост вызвал немало споров. Бизнес-сообщество и государственной власти удалось прийти к компромиссу. Для предпринимателей, у которых оборот не превышает 300 тысяч, расчет возвращается, исходя из одного минимального размера отплат труда. Эта тема дискутировалась в последние полгода, была очень болезненной. Вот решение ей нашли. Поделиться наработками, взять на заметку позитивный опыт соседей и попытаться вместе найти пути выхода из сложных ситуаций. Круглый стол стал хорошей дискуссионной площадкой. Опыт предпринимателей со стажем, примеры чужого успеха, возможность получить поддержку. Все это вдохновляет на свершение. А потому мы продолжим рассказывать вам о людях, которые решились на первый шаг и не пожалели. Все это в программе «Свое дело». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова